Говорит, подсади меня за попу. Они пытаются шлагбаум открыть вручную. Пухлик, пухлик, пухлик. Привет. Мы на выходных. И мы идем играть в бадминтон. Возле дома. Сейчас дойдем до конца районка. Посмотрим, что там на полянке происходит. С травушкой. Вот полянка. Какая-то подзасранная, нет? В принципе, прикольно. Летом здесь невозможно. Трава выгорает. Кстати, ее постелили буквально недавно. Она уже такая вся. Местами пожухшая. Нас же траву стелят, не садят. Такими рулонами прямо расстилают. Что это? Профессиональная обмотка ручки? Да. Так, первый удар. Что такое? Ты съешь Алинман, что это было? Продуло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот какой я спортсмен-бадминтонист. Я забыл сказать, что бадминтон мое второе имя. Называют меня Рундовья. Длинная ракетка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимай меня давай. Нет. Все, сиди там. Ты от меня сбежала, чтобы не проиграть. Что? Говорит, подсади меня за попу. А как тебе снимать? Давай. Давай, все. Алина Александровна размышляет о спорте. Молча. Я тебе как спортсмен спортсмену говорю. Ху**ач. Видишь, даже все жердяи районы на тебя. Они пялятся на всех. Возле фанты, бамбы, трубки, шприцы почему-то. Это, к слову, о чистом Израиле и о нашем палисаднике. Это дети у правдома. На улице Лагбаумер. Это такой праздник, который все дети палят костры всю ночь. Вот сейчас я проезжал. У нас уже на пустырях палят огромные кострищи. Они стаскивают со всего района, заранее подготавливают деревяшки. Кто где что выбросил, сразу тащится этими маленькими муравьями. Тянет по всему району, тянет кострами. Хотел что сказать? Отвратно. Просто отвратнейшее. У нас работает почта. Все. Объяснять не буду. Я по своей воле бы сегодня, наверное, никуда бы не вышел. Но что-то мы задумали поехать в магазин-бутик. В местную сеть таких относительно дорогих магазинов, которых продают не кошерную пищу. А делаем мы это специально ради ютуба и подписчиков. Потому что хотелось снять одно видео. Ну, расскажем все по дороге. Поехали. А происходит у нас то, что на весь район только что выключили электричество. И нам просто реально повезло, что мы в это время не ехали в лифте. Мы как раз были на выходе. Умывались, чистили зубы из-за этого. Короче, мы спустились просто по лестнице. Но мы должны сейчас встретить Геннадия. Ой, чувак, чувак, чувак. Смотри, пытается... Они пытаются шлагбаум открыть вручную. И никак. То есть он просто... Он просто сломается. Не слышу тебя. А, да, слышу. Да, мы вышли на улицу. О, смотри, смотри. Они подняли все-таки вручную, да. Как-то. Короче говоря, вот эти вот дома, в которых Гена живет с Наташкой, они... Ну, у них подземная стоянка. И на этой стоянке, конечно, есть шлагбаумы. Есть закрывающиеся автоматические решетки, такие двери на въезде. Есть вход на стоянку с подъезда, который тоже на кодовом замке. И все, вот эта вот тема не работает сейчас у них. Короче, шлагбаум вам сейчас там вручную подняли. Нет, там еще дверь до этого. Вот дверь, да. Привет. Как дела? Ну, привет, карапуз. А, ты сама делай? Она? У моего целенка у нас был экспириенс жизни в большом комплексе. В том комплексе был генератор. На каждый дом или, может быть, парочку тому, на каждый дом, да, там был генератор. Да, сто долларов платили за обслуживание дома каждый месяц. Короче говоря, я не очень брусь от всяких челленджей. Мне кажется, это детским и тупым. Да, но есть некоторые такие челленджи, которые, в принципе, находят со мной соприкосновения. Один из них, вот я загорелся сейчас делать, челлендж на дорого-дешево. Это когда покупается дорогой товар и покупается такой же товар на другой фирмы, дешевый. И потом слепую мы пытаемся это угадать. Какой дорогой, какой дешевый. Полупустая внутренняя стоянка. И это удивительное чудо. И первое, что мы видим за нашей спиной, это арабы, раскладывающие нарезанные суши. То есть суши, нарезанные арабами. Самое вкусное в Израиле. Цена 29,90. Офигеть. Тот же объем? Тот же объем 500. Мы покупаем. Я взяла за 15. Офигеть. Масло ровно в два раза дороже. Ёханый бабай. Ты тут не мудри, но что-то дорогое взять. Конечно, можно тебе булку пухляш. Пухлик, пухлик, пухлик. Пухлик, пухлик, пухлик. О, я вот это вот хочу. Я тоже хочу. Вот эти вот похожие на батоны, только маленькие. Не сказать, что людей совсем нет. Ну, по израильским меркам это совсем нет. Ребенок в клетке. Мое жадное сердце обливается кровью. Брать лаваш за трицарик. Слушай, мы можем купить все дешевое и сказать, что что-то из него дорогое. Стремные бочонки какие-то. Это какое-то винище. Зачем я на это согласился? Возьми какой-нибудь огурец, который стоит там 10 шекелей вместо 5 соленый. Не хочешь такого? Я же тебя спрашиваю. Это ж твоя идея. Что написано? Малина. Черная смородина. Стопудово невкусная. Короче, понятно. Здесь не то, чтобы просто другие продукты. Здесь те же самые продукты, только задорого. Бабаевский. О, подмосковные вечера. Москва, счастливые моменты. Надо признать, нам очень сложно выбирать, потому что в основном мы всю вот эту какашку не кушаем. Нам сложно это взять, чтобы потом употребить. Это оказалось немножко сложнее, чем я думал. Боюсь представить, что в этом холодце. Сейчас у меня естьШка. Малая. Я не могу поехали. Я не могу перец. Гаупа. На мой взгляд. Не об ballе. Нет. смотрите какой павильон вообще классно будто бы небо куча 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 колбас и всяких прошло то и мы берем бекончик это для израиля много выбор это большой выбор правда была обнаружена свинья вот с таким отверстием напишет наверное она очень натурально делать а я думал это для чтоб собака его носила ну да она при этом издавала для собак извращенцев но наш бублик не такой даже можно по бухлу так сказать вот вот такая весочка стоит на 10 шекелей дешевле в городе приятно что что весь алкоголь можно пощупать но за это всегда в таких магазинах переплачиваешь магазинах которых нельзя подойти сразу к алкоголю и посмотреть его пощупать платишь дешевле иногда если людей снимать в упор они не замечают обслуживание действительно немножко советское вон там красивый город нарисован чем отличался всегда тифтам от других сетей он намного ну дизайн намного приятнее как вот мы видели в киеве разные супермаркеты которые приятно находиться хотя есть антураж какой-то у каждого отдела вот тифтам тоже в это вкладывается кажется немного совсем но сейчас увидите что это будет прилично по сумме все вышли мы два неприятных момента первое то что мы потратили мы бы в обычном нашем супермаркете взяли бы всю полную эту коляску сейчас мы потратили 530 шекелей это наверное 150 долларов не говори об этом это примерно как один билет в одну сторону в киев сейчас вот это вот это полет в киев все мы приехали домой разобрали покупки нам все-таки нужно будет поехать теперь в более дешевый супермаркет набрать более дешевой еды и и и и и Субтитры подогнал «Симон»